В индустриальной зоне Заволжья-Ульяновска завершается строительство завода по производству электротехнического оборудования французского концерна «Легран». Общий объем инвестиций в строительство составил почти полтора миллиарда рублей. «Легран» планирует расширять свою линейку здесь. Сейчас уже с начала года ведется набор персонала дополнительный и традиционная продукция контактора «Леграна». Новый завод обеспечит рабочими местами почти 500 человек. На эту площадку переедет часть сборочного производства с «Легран» Ульяновского и сборочное производство контактора. Ну и сегодня вы увидите уже, мы начинаем завозить сюда оборудование. Здесь перевезены прямого прессования пресса и начали уже восстанавливать вот эту высокую часть. Это логистический центр будет наш центральный. Здесь будут все центральные склады. С ходом реализации инвестиционного проекта ознакомился губернатор Сергей Морозов. Строительно-монтажные работы по проекту завершены более чем на 80%. На площадке построены производственный и административно-бытовой корпус для размещения будущего производства. Полностью смонтирована газовая котельная, трансформаторная подстанция, вентиляция и кондиционирование. Продолжаются работы по устройству внешних и внутренних инженерных коммуникаций в производственном и административно-бытовом корпусе. Промышленный корпус у нас будет в мае закончен, административный корпус в июне. То есть в июне мы полностью все строительство заканчиваем и начинается вторая стадия перевозки оборудования «Легран» в контактор. И надеемся, что запустим производство в конце августа, начале сентября. По словам подрядчика, изменится и территория, которую сегодня занимает завод «Контактор». Будет гостиничный комплекс, жилые апартаменты, офисная башня длинная, будет фудкорт. Это сейчас в Москве модно, вот решили в Ульяновск тоже привезти. И будет небольшой торговый центр. Там река под «Контактором» идет, если вы знаете. Значит, есть решение вынести реку наружу, сблагоустроить набережные, прогулочные зоны, озеленение. И будет такое интересное очень место для отдыха гаража. Уже в сентябре этого года планируется начать демонтаж старого здания на улице Карла Маркса. Ирина Антонова, Герман Баранов, Управда ТВ.